Боксеров, те, которые не принимали участие на международных соревнованиях, сразу их бросать на турнир класса А или класса Б нельзя. Почему? Потому что уровень турниров класса А и Б, они высокие. Классы, турниры класса С, там уровень подготовки первого разряда, кандидатов в мастера спорта, соответственно, на выполнение нормативов, вот такие вот, принимать участие. И потом мы же очень много говорили, когда собирались турнира класса А, об этом и писали, что надо подбирать такой турнир, где подопечный может провести несколько боев, потому что это соревновательный опыт. А когда боксер приезжает и проигрывает первый же бой, соответственно, и потом уже только можно смотреть, кому он проиграл, какое место занял. Если, конечно, выходит в пенал боксировать, то тогда уже можно сказать, что он на равных боксировал с чемпионом какого-то турнира. Мирзо, на каких турнирах ваши боксеры участвуют? Редкий случай. Иногда бывает, что мы в Санкт-Петербурге кубок губернатора принимаем участие. Потом то ли в Ханты-Мансийске иногда бывает. Этот турнир Кубок мира среди нефтяных государств, он проводится в трех местах. Ханты-Мансийск, Белоярск и еще в каком-то городе. Мы каждый год там бываем. Это в конце года, в декабре месяце проводится. Иногда бывает, что в конце ноября. Потом турниры по Казахстану. В Нур-Султане, бывший Астана. Потом Актау есть такой город. Атрава есть такой город в Казахстане. Сейчас вот границы у нас с Узбекистаном хорошо наладились. После того, как режим Каримова отошел, сейчас у нас добрососедские отношения. Значит, будем принимать там на их турнирах. Казахстанские турниры очень сильные. Я вот и хотел сказать, что в Казахстане очень высокий уровень бокса. Значит, ваши боксеры уже встретятся с сильными боксерами на этих турнирах. И в Узбекистане тоже неплохие боксеры. Да, 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 да. Очень замечательные боксеры. Ну, соответственно, мы так вот. Я же говорю, я не везу всю команду. Она там не нужна. Везу тех ребят, которые действительно проводят бои. Там и чемпионами становились. И Юнусов Анвар. Он Казахам не уступал. Становился чемпионом на Азии. И Казахов выигрывал. То же самое и этот вот боксер сейчас, Усманов Бахадур. Первое место в октаву занял. Там четыре боя провел с Казахами. Все четыре боксера казахстанцы оттуда были. Поэтому я и говорю, что нельзя на турниры посылать. Да, это турниры класса у них тоже. Начинаем мы, как говорится, с малых турниров. Там, где класс С, ниже уровень подготовленности боксеров. Ну, и Киргизия, наш сосед. В Киргизии принимаем участие. Узбекистан, Казахстан, Киргизия. Так, у Вадима Никифорова вопрос. У Вадима, помнишь, он был в 2009 году в Айсизе, в тренировочном сборе с нами. У него... Он спрашивает, как вы относитесь к профессиональному действию в любительском боксе? К профессиональному судейству в любительском боксе. Положительное в отношении судействия. Ну, любительское судействие, сами знаем. Там бывает, привзято иногда судейство было. Профессиональный бокс. Профессиональный бокс. Более-менее судейство. Три человека более-менее нормально судится. Вот в этом году мы тоже подписали контракт с Патриотом России. У нас было приглашение на 3-е число. Вот на 3-е октября. Но пока на 17-е перенесли. Если будет все нормально, то 17-го числа мы проведем первый бой, который будет состоять из шести раундов. Это по какому версию? Это в ВСБ или по профессиональному боксу? По профессиональному. Окей. То есть, Вадим, ты, наверное, имеешь в виду в своем вопросе, что профессиональное судейство – это 10-балльная система. Определение победителя. Или как? Да. Окей. 10-балльная система – это как себя управляет, по вашему мнению? Хорошо. Раньше 20-балльная система была. В то время, когда мы боксировали, 20-балльная была. Ну, сейчас подогнали. И любительский бокс же тоже подогнали, по 10-балльной. Ну, с кнопками. Хорошо. Я прочитал. У нас, да, проводится международный турнир у нас в соседнем городе. Это Хаджент, второй город по величине. Столица у нас Душанбе. А от Хаджент, значит, проводится там в честь героя Советского Союза Хамзалиева. Международный турнир. Россияне приезжают, ну, и близлежащие Казахстан, Узбекистан, Киргизия. И проводится он в летнее время. Как раз фрукты поспевают, все прочее. Насчет сборов тоже. Если вы проводите сборы у себя с разными другими странами вместе. Да, 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 да. У нас федерация, она может пригласить принять участие на совместных сборах. Узбекистан, Киргизия. 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 Ja, тõну, kuuleme sind. Kas ma võin otse venekeeles tale küsida? Кüsivast eesti keeles ennem ja siis venekeeles, siis ma tülgin pärast eesti keeles küsimuse. Kas tal on ette tulnud olukorda, kus ta näeb, et oks on oma võitluslikuses 110 valmis. Aga psühholoogiliselt märkab mõne andse, mis annavad märku, et tegelikult see asja ei ole nii. Ja kui on, siis millist on tema kasutus metodid olnud? Пäevoli on see võitluslikus, vist sõname venekeeles. No, küll selle järgi peaks aru saama. Okei, palun siis. Pane venekeeles ka. Pane võitluslikus. Kui võitluslikus, siis mida märkab 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 märkab. Pane sellemslikus, siis sesiulet librene või märkab 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 muusliki. Vaete policy Le entstehtev templatesitu, kui võitlid, kui use take soldik. К примеру, одна из задач. Можно сказать, что соперник заболел, и он не выйдет на бой. Успокоится, наверное, система. Второе. Значит, можно сказать о том, что соперник твой до того слабый, в своем зале ты их очками бьешь. То же самое, что, как говорится, он успокоился. Вот такие вот есть методы психологической подготовки к бою. Ну, а, соответственно, уже перед боем, перед боем, разминка и предупредить. Он не успеет перегореть. Перед выходом на ринг он уже не успеет перегореть. Вынужден будет выходить и боксировать. Ну, и такие вот словесные сочетания. К примеру, сказать о том, что у тебя две ноги, у него две ноги. У тебя две руки, у того тоже самое две руки. Это уже, как говорится, когда перед боем выходит, он не будет гореть. Можно ли с какими-то упражнениями снимать эту психологическую нагрузку уже во время подготовки? Есть. Есть, есть и такое есть. К примеру, вот до боя. Это еще разминка, как говорится, вот должна разминка начаться. Есть частота сердечных сокращений. Если учащенная, если она работает свыше 120 ударов в минуту, значит, он горит уже. Соответственно, легкий бег. А вот пробежи, к примеру, вот вокруг стадиона, легко, свободно, не ускоряйся. Замедляется частота сердечных сокращений. Есть у которых, наоборот, ниже 100-90 где-то ударов в минуту, значит, он то же самое, как флегматик. Значит, для такого боксера необходимо дать рывковые упражнения. 10-секундный бег, рывок, несколько рывочков, возбудить, запустить сердечную, частоту сердечных сокращений. Да, Анвар Юнусов в Америке боксирует. На данный момент имеет 9 боев, 8 выигрышей. Один бой сомнительный, не сумели выиграть, выиграл. 10 раундов, 11 раундов ему задали, чтобы Венесуэль не помнил, с кем он боксировал. Сейчас, в данный момент, готовится еще к одному бою. На здоровье. Есть ли у нас еще вопросы? Хорошо, если сейчас вопросов нет, мы можем заканчивать. Человек. Моя естикеели из-четка, да? И на самом деле Четю Отличный Отдыха, если Четю Вести Четю Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...